Работники Института конъюнктуры по заказу инфоцентра частных финансов при Светбанке опросили в июне 563 жителя Эстонии в возрасте старше 16 лет, но еще не вышедших на пенсию. Вопросы, включенные в исследование, позволяли узнать ожидания будущих пенсионеров относительно размера своей пенсии, их знания о существующей трехступенчатой пенсионной системе, планы относительно поддержания качества жизни после выхода на пенсию. Оказалось, что 36% респондентов не знают о размере своей будущей пенсии, но большинство полагает, что она должна равняться зарплате или быть чуть меньше, в среднем 74% от уровня нынешнего дохода. По словам эксперта инфоцентра, разница между ожиданиями людей и реальностью грандиозная. Ведь первая и вторая ступень пенсионного страхования позволяют получать примерно 40% от зарплаты и только при наличии третьей ступени почти 70%. Однако она связана с большими рисками и вот уже несколько лет интерес к ней среди жителей Эстонии стабильно падает. Так называемые ножницы между ожиданиями и реальностью очень велики. Поэтому необходимо усилить работу по информированию населения, особенно среди молодежи, которая пока не задумывается о грядущей пенсии. Это требует длительного времени, но все же люди должны иметь представление, из чего формируется их будущая пенсия и как они могут влиять на ее размер. По словам Лея Марипу, тревожным знаком стало то, что три четверти опрошенных совсем не знают, какую роль формирования их пенсии играет государство. В среднем народ считает, что оно возвращает 27% от их зарплаты. Тогда как на самом деле во второй ступени доплата от государства составляет от 4 до 6%. Интересен перечень шагов, которые делают люди для гарантии достойной жизни в старости. 65% вступили во вторую ступень. 43% хотят продолжать работать и на пенсии. 36% делают ставку на инвестиции на рынки недвижимости. И еще около трети рассчитывают на помощь супруга или детей. И некоторые также покупают ценные бумаги и копят деньги. Однако при этом многие забывают, что для продолжения карьеры необходимо хорошее здоровье, а дети вовсе не могут гарантировать помощь, особенно при наличии собственной семьи. Люди должны отдавать себе отчет, что если они сейчас ничего не предпримут, то в дальнейшем это может иметь негативные личные и социальные последствия. К сожалению, исследования не показывают, каким образом люди копят деньги и инвестируют их в недвижимость. Но это небольшой процент среди всех жителей Эстонии. А намерение работать на пенсии может не осуществиться, поскольку для этого надо иметь хорошее здоровье и уметь постоянно повышать квалификацию. Результат исследования довольно печальный. Вне зависимости от количества выбранных ступеней пенсионного страхования, свое доверие к системе люди оценивают на 4 балла из 10. Среди причин столь низкого доверия – нестабильность, сомнительность, изменения в системе, общее недоверие государству и банкам, обесценивание денег со временем. Многие люди отметили, что ключевым стал отказ государства в 2009 году делать со своей стороны обязательные доплаты в пенсионных ступенях. Так что незнание – далеко не единственная причина возникшего недоверия. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.